Микрофон Микрофон Представаю вам инструменты торгового корпуса, которые помогут вам. Уходим за шерстью вашего роток. Как вы знаете, лобки, они короткошёрстные. И именно за их шерстью тоже нужен особый уход. Итак, для короткошерстных пород собак вы представляете резиновую щетку. Она очень удобна и экономична. Животным очень нравится расчетку от сутокими щеточками. И очень хороший эффект от этой щетки, что она придает в клетку шерсть вашего животного. За счет равномерного распределения жиропота, который выделяет суток животных, по всей длине шерсти. На самой расчетке практически не остается шерсти. Она в лучшем случае распадается вокруг животного. И когда животное остается, остается некий ореон от нашей вычисленной шерсти. Это у нас ежедневный уход. Также для ежедневного ухода подходит расчетка со щетиной, с натуральной лифтой шерсти синтетической, но лягкой. Та же самая идет у нас. Вычеркиваем ее распределение жиропота по всей длине шерсти. Если же у нас животное линяет, в период линдии есть отдельные инструменты, которые удаляют весь подшелок. Это инструменты фурмината. Кто-то забрал у меня инструмент-фурминат. Кто-то забрал, пожалуйста, верните. Итак, инструмент-фурминат для удаления подшелка. Мы чувствуем животное только в период линдии. Инструмент настолько эффективен, что его достаточно применять один раз в неделю. По особенности породы аккуратно смотрим, когда расчетываем под складочкой. Когда расчетываем складочку, выравниваем и проводим инструментом для того, чтобы не надвидеть самой кожи. Потому что все инструменты являются металлическими, и когда мы металлическими инструментами проводим, кожа должна быть ровной. Иначе на складочке мы просто сделаем семьячок. Поэтому осторожно сюда просто снимем семьячки. Как вы видите, шестик уха подшелка самого мы начисали ногу. Для того, чтобы его удалить, нет и как-то расчетывали, нажимаем на кнопочку, и он падает. И продолжаем дальше подшелку. По одному месту проводим не больше 5 раз, так как шею действительно очень эффективно. Удаляет он только подшелку. Только сушен, которая уже выпала. Для того, чтобы наше животное оставалось запахнущим троскило, есть шампуньи-спреи, шампуньи-бена, не требующие сливания. Наносить? Наносить. Их очень легко. Легкими массажными движениями втираем шампунь. И вытираем полотенцем. Тебе нравится? Да, очень нравится. Также можно применять и шампунь-пену. Многие животные боятся самого сбука распыления, поэтому есть шампунь-пену. Шампунь-пену распределяем по разному. И наносить равномерно на животное. Массажными движениями втираем. Как вы знаете, если мы животное немножко увлажняем, даже тоже в огонь, очень хорошо выпадает даже сошесть, которая только хотела выпасть, но еще находилась в луковице. Именно на макание дает ей такой толчок, чтобы вытираем полотенцем. Как вы знаете, в ушке именно в саму звуковой проход палочкой лазить нельзя. Ушки, если вы видите, что слуховой проход именно там грязно, закапываем капельки для ушек, и собака, мотыляя головой, она просто это все вылетает с ушки. Просто нам нужно размягчить, чтобы легче был отход серы из самого ушка. Ушка не глубоко, именно только наружный слуховой проход мы вытираем салфеточкой. Салфеточки идут салой и вера, очень мягко и нежно они вытирают. После них промывать не нужно ушко водой. Чистые ушки. Теми же салфеточками для ушек можно вытирать и носовой слухой. Как вы знаете, в носовой складке очень часто скапливается много и еды, и не только. И слезки тоже туда попадают. Поэтому носовую складочку желательно протирать. Каждое утро, когда вы после прогулки моете животное, просто умойте и залезьте туда, в эту складочку. Ежедневная гигиена этой складочки предотвратит любые размножения ботогенерной микрофлоры в этой именно складочке. Спасибо за внимание. Все инструменты можете по цене приобрести внизу. Кто хочет попробовать сами инструменты, подходите, дам продемонстрировать на любом вашем животном. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...